Беседы Христа последних дней Слова о том, как относиться к истине и Богу. Отрывок В последние дни Творец открыто изрёк все эти слова и выявил всех людей. Теперь, когда все люди сталкиваются с истиной, истинным путём и речениями Творца, им открываются всевозможные мнения и взгляды. Некоторые мысли и взгляды тяготеют к искажённому, некоторые самодовольны и заносчивы, некоторые консервативны, присущи традиционной культуре и разлагающи, а многие – глупы и невежественны. Есть даже люди, относящиеся к истине с ненавистью и враждой. Они, словно бешеные псы в ярости, бросаются друг на друга, бездумно осуждают истину и позитивные вещи. Они огульно осуждают и порицают любое позитивное явление и выражение истины, не делая никаких попыток понять, верны они или нет, и содержат ли они истину. Эти люди – животные и бесы. Когда люди сталкиваются с истиной и истинным путём, у них возникает множество различных мнений, которые раскрывают и разоблачают сатанинское уродство их узкого мышления, упрямства, непримиримости и высокомерия. Вы должны научиться быть проницательными, расширять свой кругозор и в то же время искать истину. Если всё это проявляется в тех, кто не верует и не принимает Божьей работы последних дней, то не проявляете ли вы это сами? Иногда вы проявляете это по-другому и говорите об этом иначе, но на самом деле вы проявляете тот же самый характер, что и неверующие. Что это за характер? Им не хватает проницательности, они слишком узко мыслят и они крайне заносчивы и самодовольны. Они видят, что другие проявляют развращённый характер, но не замечают, что и они сами проявляют такой же развращённый характер. Так проявляете ли вы всё это? Безусловно, да, поскольку у всех один и тот же развращённый характер и только благодаря Божьей работе и спасению, нуждам его работы или его предопределению, существуют различия в природе сущности, стремлениях и чаяниях каждого типа людей. У некоторых людей нет ни сердца, ни духа. Это мёртвые люди из вери, не понимающие веры. Эти люди – самые ничтожные из всего человечества, и их нельзя считать людьми. Те же, кто принимает новую работу Бога, лучше понимают истину, их проницательность и понимание Бога глубже, а их теории и взгляды – на уровень выше. Подобно тому, как верующие в христианство лучше понимают Бога и знают о творениях и работе Создателя больше, чем законопослушные верующие в Иегову. Те, кто принимает третий этап работы, понимают Бога лучше, чем верующие в христианство. Поскольку каждый этап Божьей работы превосходит предыдущий, из этого, конечно же, следует, что и понимание людей будет постепенно возрастать. Но если посмотреть на это с другой стороны, то развращенный характер, который вы проявляете после принятия этого этапа работы, по своей сути, такой же, как и развращенный характер, который проявляют представители религиозного мира. Разница лишь в том, что вы уже приняли этот этап работы, прослушали множество проповедей, поняли множество истин, обрели истинное понимание своей природы сущности и в некотором роде действительно изменились, приняв истину и практикуя ее. Поэтому, когда вы снова смотрите на то, как ведут себя представители религиозного мира, вы думаете, что они более развращены, чем вы. Но на самом деле, если бы вас поставили рядом с ними, вы бы увидели, что отношение людей к Богу и истине одинаково. Вы все поступаете в соответствии с представлениями, фантазиями и предпочтениями, и у вас один и тот же развращенный характер. Если бы они приняли этот этап работы, слушали эти проповеди и понимали эти истины, то между вами и ними не было бы большой разницы. Что вы можете понять из всего этого? Вы видите, что истина приносит людям перемены, что эти, произносимые Богом слова и проповеди, являются спасением для всего человечества и тем, в чем оно нуждается. Они не предназначены только для людей определенной группы, этнической принадлежности, категории или цвета кожи. Все человечество развращено сатаной и имеет сатанинский характер. В развращенной сущности людей нет большой разницы. Различны лишь цвет кожи, этническая принадлежность, среда и социальная система, в которой они выросли. Небольшие различия есть также в их традиционной культуре, происхождении и полученном образовании. Но это лишь внешние проявления. Все люди развращены одним сатаной. И их развращенная природа-сущность одинакова. Поэтому эти произносимые Богом слова и эта совершаемая им работа направленные не на людей из какой-либо определенной этнической группы или страны, а на все человечество. Даже если в культуре и происхождении людей разных этнических групп или в полученном ими образовании есть различия, в глазах Бога у них совершенно одинаковый развращенный характер. Поэтому, даже если какой-то этап его работы просто совершается в одном месте для начала, как модель для распространения его работы в других местах, он применим ко всему человечеству и может спасти и обеспечить все человечество. Некоторые люди говорят, европейцы и люди из других стран не являются потомками Большого Красного Дракона. Поэтому разве Богу подобает говорить, что все человечество глубоко развращено? Верны ли эти слова? Нет, не верны. У всего человечества одна и та же природа-сущность, развращенная сатаной. Верно. Потомки Большого Красного Дракона – это лишь название людей одной этнической принадлежности. Это не значит, что люди, носящие это название и люди, не носящие его, имеют разную сущность. На самом деле у них одна сущность. Все человечество находится под властью лукавого. Все люди развращены сатаной и у них совершенно одинаковая развращенная природа-сущность. Когда китайцы слышат эти произносимые Богом слова, они бунтуют и сопротивляются. У них возникают представления и фантазии. Вот что они демонстрируют. Когда эти слова повторяют людям другой этнической группы, они также проявляют фантазии, представления, бунтарство, заносчивость, самодовольство и даже сопротивление. Все то же самое. Все человечество, независимо от этнической и культурной принадлежности, демонстрирует не что иное, как поведение развращенных людей, которое разоблачает Бог. Развращенный характер присущ всему человечеству. Все люди одинаковы, у них больше сходства, чем различий, и нет очевидных отличий. Эти произносимые Богом слова и изрекаемые истины спасают не только одну этническую группу, одну страну или одну группу людей. Бог спасает все человечество. О чем это говорит? Есть ли среди людей те, кто не подвергся сатанинскому развращению и принадлежит к другой категории или классу людей? Есть ли кто-нибудь, кто не является объектом Божьего владычества? Что означают эти мои слова? Бог властвует над всем человечеством, и все человечество было создано одним Богом. Не важно, какая этническая группа, какой тип людей или насколько они компетентны, все они были созданы Богом. В глазах человека одни люди отличаются от других и превосходят их, но в глазах Бога они все одинаковы. Все люди одинаковы в глазах Бога. Где вы видите это? Различия в цвете кожи и языке это лишь внешние проявления, но развращенный характер людей и их природа сущность одинаковы, и в этом истина. При столкновении с людьми, имеющими сатанинский развращенный характер, Божьи слова могут принести результат. Они направлены на развращенный характер людей и могут устранить любой такой развращенный характер. Это показывает, что все Божьи слова истина, что они могут обеспечить, очистить и спасти человечество. Это неоспоримо. Слова, которые Бог изрекает в последние дни, уже распространились по всем странам и этническим группам мира, это факт. И какова же была реакция людей? Реакции были самые разные. И что все эти типы реакций означают или отражают в отношении сущности людей? Они показывают, что человеческая сущность одна и та же. Их реакция такая же, как у фарисеев и иудеев во времена, когда Господь Иисус пришел совершить работу. Они испытывают отвращение к истине, полны фантазий и представлений о Боге, а их вера в Него существует в иллюзорных фантазиях и представлениях. Люди в целом не знают Бога и противятся Ему. Когда они слышат Божьи слова, их первой реакцией или тем, что заложено в их природе сущности и что они естественно проявляют, является сопротивление и враждебность к Богу. Это то, что их объединяет. Когда они сталкиваются с истинами, которые изрекает Бог, все их негативные мнения и взгляды рождаются из природы сущности развращенного человечества и все они типичны для этой человеческой расы. У них такие же представления и фантазии о Боге, какие были у первосвященников, книжников и фарисеев, когда пришел Господь Иисус. Они не изменились. Представители религии несут крест уже две тысячи лет, но они остались прежними, ничуть не изменившись. Если люди не обрели истину, их отношение к Богу проявляется естественно и исходит от их природы. Так можно ли исправить развращенный характер человека, если он верит в Бога, но не стремится к истине? Как бы долго он не верил, он не сможет решить проблему своего развращенного характера, если не будет стремиться к истине. Две тысячи лет назад фарисеи яростно сопротивлялись Господу Иисусу и осуждали Его, пригвоздив Его к кресту. Сейчас пасторы, старейшины, отцы и епископы в религиозном мире, по-прежнему яростно сопротивляются воплощенному Богу и осуждают Его, как это делали фарисеи. Если кто-то из них пойдет свидетельствовать о том, что Бог воплотился, то Его могут схватить и предать смерти, а если воплотившийся Бог пойдет проповедовать в места поклонения каждой из основных религий, то Его, как и прежде, пригвоздят к кресту или отдадут в руки власть имущих. С ним точно не станут церемониться, поскольку природа сущность развращенных людей одинакова. Возникает ли в вас какая-то реакция, когда вы слышите эти слова? Не кажется ли вам, что те, кто уже много лет верит в Бога, но не стремится к истине, просто ужасны? Это очень страшно. Держать в руках Библию и крест, опираться на закон, носить одежду фарисеев или священников, сопротивляться Богу и открыто осуждать Его в храмах. Разве не все это делают верующие в Бога средь Бела дня? Где эти люди, которые осуждают Бога и сопротивляются Ему? Далеко искать не надо. Любой среди верующих, кто не принимает истину и питает к ней отвращение, является противником Бога, Антихристом и фарисеем. Если люди не стремятся к истине и не могут ее обрести, они никогда не познают Бога. Не познав Бога, люди всегда будут враждебны к Нему и не смогут быть с Ним совместимы. Как бы сильно твое сердце субъективно не желало любить Бога и не противилось Ему, это бесполезно. Бесполезно только иметь желание или хотеть сдерживать себя, поскольку это непроизвольное дело, которое решается природой человека. Поэтому вы должны стремиться стать человеком, обладающим истиной, стремиться практиковать истину, избавиться от своего развращенного характера, войти в истину реальность и достичь совместимости с Богом. Это правильный путь. В глубине души вы должны знать, что самая важная составляющая веры в Бога это стремление к истине и вы должны уяснить некоторые практические аспекты, с которых следует начинать стремление к истине, а также что вам нужно делать, как подходить к своим обязанностям, к каждому типу окружающих вас людей и к любого рода делам и вещам, какого взгляда следует придерживаться, обращаясь с ними, и какой подход соответствует истине принципам. Если ты не ищешь истину и не понимаешь истину принципы, а способен лишь следовать правилам и определять вещи в соответствии с ними, а также в соответствии с логикой, представлениями и фантазиями, то твой способ практики неверен и лишь доказывает, что за годы веры в Бога ты лишь неукоснительно следовал правилам, но не понял истины и не обладаешь реальностью. Хотя ты изнуряешь и утомляешь себя тем, что следуешь правилам и живешь в соответствии с представлениями и фантазиями, но все это напрасно, и Бог не выразит тебе ни малейшего одобрения. Ты заслужил это изнурение. Если ты читаешь Божьи слова или слушаешь проповеди и беседы с духовным пониманием и чистым постижением, то чем больше ты переживаешь, тем больше понимаешь и обретаешь, и все, что ты понимаешь, будет практическим и соответствующим истине. Тогда ты обретешь истину и жизнь. Если же то, что ты обрел и понял, веруя в Бога на протяжении многих лет, все еще остается доктриной и правилами, представлениями и фантазиями, связывающими тебя правилами и предписаниями, тогда с тобой все кончено. Это доказывает, что ты не обрел истину и не имеешь жизни. Сколько бы лет ты не верил в Бога, сколько бы слов и доктрин не проповедовал, ты все равно останешься глупым и бестолковым человеком. Хотя это звучит не очень приятно, но факт остается фактом. Есть много людей, которые годами верят в Бога и не видят, что истина и Христос имеют власть в Доме Божьем и что Святой Дух властвует над всеми. У таких людей отсутствует всякое понимание, они словно слепые. Некоторые, видя, как Бог судит и обличает людей, совершенствуют одну группу людей, но отсеивают многих других, сомневаются в Божьей любви и даже в Его праведности. Есть ли у таких людей способность к пониманию? Есть ли у них хоть какое-то понимание? Справедливо будет сказать, что это глупые люди, не способные понять вообще ничего. Глупые люди всегда видят все в искаженном виде, только те, кто понимает истину, могут видеть все точно и в соответствии с фактами. , что они могут быть не они не они они Субтитры создавал DimaTorzok